добрый день дорогие мои у нас суббота значит у нас баня вот я ее зажег и сейчас дожидаю чтобы возгорелась возгорается с трудом потому что там очень низкое давление такая погода жуткая что конечно даже баня хоть не хочет топиться но бумажки вам есть фотографии полтора года назад вообще в это время снегу куча лежал взял да выпал ну вот и сегодня это метель не знаю уж сколько дней продлится но дай бог что была последняя затапливая баню мы с вами все время разговариваем о каких-то своих насущных и жизненных проблемах и сейчас я хочу выразить свое недовольство папы римским который на днях с флагом якобы из бучи призвал сопротивление благословил это сопротивление похвалил героев признал этот фейк признал хотя вот уж появились кадры как они раскладывали этих убитых жителей не хватило у него прозорливости чтобы понять что это фейк и при этом меня то конечно больше огорчает что совсем недавно наш патриарх целовался с папой назвал церковь сестра с того времени начали называть церковь сестра да еще и готовили очередную встречу в феврале были сообщения что там уже все планы уже планирует куда и где с этим папой побывать не получить от него благословение как я понимаю зачем он нам здесь я я вот этого не понимаю церковь сестра церковь сестра всю жизнь с нами воюет все крестовые походы все значит захваты земель тысячу лет идут под благословением этой церкви а уж то что благословили гитлера и всю войну его поддерживали покаялись то за поддержку гитлера что несколько лет назад два три года что ли или вот этот же франциск покаялся о том что а остальные годы ну представляете все эти годы жили без покаяния что они его поддерживали то есть не могли после войны 70 лет понять что они поддержали как они в этом поучаствовали и легионы итальянские которые у нас столько беды натворили конечно не как германские но итальянцы воевали фронта у них были гибли наши воины от их оружия но нет мы целуемся церковь сестра никогда она не может быть сестрой вот вот никак этого не могу понять как у нас у наших патриарха и иерархов церковных дошло до голова в голове что христос может разделиться но ведь единая вселенская церковь единое праведное христос сам это сказал две то не может быть ни три не может быть мы вот либо вот мы одна целостная православная церковь где вот объединяет остальных национальных церквей в эту церковь и это единственный церковь христово либо давайте всех сейчас подряд кто захотел называться христовыми называть чего церковь сестра католическая а протестантская а англиканская а евангелистические всякие церкви они то чё не сестры потому что денег у них поменьше власти у них поменьше как у католиков чё это их не признают то больше того со своим рассорились с константинополем потому что тот первый тот первее нашего патриарха пошел обниматься целоваться и сдаваться на самом деле пошел вот они спокойно дождались что вот сидим ждем всех уродов благословляем которые гнобят этих русских и всех православных сербию что кто осудил папа римский удара по сербии когда они осуществлялись тоже привет так что вот очень удивляют все эти желающие это понимали и я вам это сразу и сказал что вся эта встреча была для того чтобы патриарху какой-то поиметь исторический факт его присутствие зацепиться в истории с каким-то значит действием и это действие как я понял рассчитали что объединение церквей как объединитель церквей ну если не единолично то с папой римский запишутся в истории точно так же как разъединители у нас есть истории но ради этого таким образом объединяться где никто как говорится не уступает своих позиций куда святых всех наших денег тысячу лет они во первых воевали против этих нашествий во вторых тысячи святых наших сказали почему нельзя объединиться почему вдруг решили что можно как христос разделился на того который вот с такими свойствами по символу веры на другого который с другими свойствами символа веры я лично сильно в недоумении в недоумении а в результате вот результат естественно вот эти все благословления это поддержка запада и так далее с их стороны она их вдохновляет сколько еще тысяч погибнет на украине после вот этого вдохновления папы римского них вот не касается вообще все спишут на нас что это мы вот такие злые ну что мы а если они победят что не дай бог как говорится и что тогда останется под благословением и вот это языческая орда языческие вот эти верования папа римский благословил что веру в перуна в дождь бога стри бога не всех остальных богов трезубец папа римский благословил так получается благословил давайте мы начинать тогда патриарх выбирать язычников и благословлять их состав католической церкви получается вошли вот эти все стри боги дождь боги хотя они не выходили оттуда это одно и то же вот вот всем христианам католикам которые находятся в этой церкви я же знаю что там конечно тысячи миллионы хороших людей думающие что они в правильной церкви с правильным значит папой на самом деле вы находитесь в языческом расколе когда ушли от истинной церкви и втянулись вот в такие отношения с этими раскольниками которым война свет в окошке война свет в окошке вот войной они пытаются завоевать народы вместо слова вместо благодатного слова вот и вся история так что дай бог чтобы наши освободители доделали свое дело правильно дай бог чтобы как можно дай бог чтобы как можно меньше мирных жителей конечно погибло потому что мирные жители не воюют это жертвы лукавого который втянул всех в это поэтому жалко что это творится но это будет твориться когда мы даем такие послабления то есть начинается заражение в болячке когда ты эту болячку перестаешь каким-то образом за ней ухаживать когда вдруг говоришь а ничего ничего пусть пусть она живет мы с ней подружимся мы будем дружны с этой болячкой сейчас мы ее значит еще подпитаем там своими чувствами своими отношениями кому больше думаете пришло этой славы на нашему патриарху или папе римскому за то что они там целовались и и обнимались в гаване я вас уверяю там больше собрали урожай потому что у нас хорошие праведные люди этого и и не хотят и возгневались и и не дай бог еще соберутся встречаться что за безумие воевать не надо пусть живут как 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 но самим то уж не надо так опускаться ниже плинтуса целоваться со всеми раскольниками и язычниками вот так банька такая у нас словесная все вроде загорелось вроде горит я пошел будут теперь подходить подбрасывать здоровья вам всем радости аминь 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 Продолжение следует...